Всем хай, меня вновь бомбит от того, что люди путают корейский и китайский макияж Поэтому сегодня я расскажу вам, чем различаются эти два азиатских макияжа и как делается каждый из них Да, 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 возможно, вы все миллион раз видели вот эти вот фотографии Возможно, вы уже видели миллион туториалов от разных бьюти-блогеров на вот этот вот вариант корейского макияжа Это не корейский макияж, это китайский Называется Доуин в честь одноименного названия приложения китайского ТикТока Да, ТикТок формально тоже китайский, но в Китае есть свой отдельный ТикТок, который не ТикТок, а Доуин Я очень заняюсь, если мое произношение неправильное, потому что я никогда в своей жизни не пыталась ни слова сказать по-китайски. Вот прям вообще. Однако, тему макияжа я изучила, поэтому... И с Абами снова снимают 5 видео. Что вообще происходит? Мир перевернулся. Хотите перевернуться еще больше? Тык, подписывайся на мой канал. Какую косметику я буду использовать? Я ждала, когда мне придет посылка от Золотого Яблока, чтобы начать снимать это видео, потому что я накупила себе огромное количество косметики именно там. Сейчас я покажу вам, что я тут накупила. Коробочка, конечно, красивая, как и всегда. Открываем. Ну, я серьезно к делу отнеслась, понимаете? Накупила все, чтобы снять этот видос. Корейская косметика потрясающая. Я очень рада, что в Золотом Яблоке это не иронично. Очень много всевозможной корейской косметики. И разные кушонки для глаз средства. Целая куча полезных штук для макияжа здесь у меня. Помады, тинты. И всевозможные местные куши для ресниц от Nature Republic, кстати. И еще вот, и еще вот. Довольный человек выглядит так. В Корее очень популярный вот этот вот бренд. Он называется Clio. И я помню, что когда он только появился в Золотом Яблоке, все были просто в восторге. И, по-моему, вот там скосили очень-очень быстро. Я купила себе вот эту вот палетку. Но хотела тогда купить палетку побольше. Вот я, кстати говоря, влюбилась. И вот, наконец-то, мне принесли мою большую палетку. Я просто не могу. Красиво, конечно, вообще пипец как. Ну, вы просто зацените. Здесь сразу и розоватая гамма, и персиковая, и базовые цвета, и в то же время глиттеры. Я в восторге. Будем ее тестировать. Я всегда заказываю Золотое Яблоко из их мобильного приложения, потому что оно очень-очень удобное. Тут всегда огромное количество скидок, очень удобный интерфейс, и огромный ассортимент любых бьюти-брендов. Если вы вдруг не знали, или если знали, но забыли, я вам напомню. Теперь тут есть товары для дома, всевозможные штуки для интерьера, и что-то еще даже из категории 18+. Ассортимент огромный. И мне очень нравится, что здесь есть разделение на азиатскую косметику, прям отдельные графы. Это очень удобно, ибо когда я подбирала себе продукты, естественно, я сразу нажала вот на эту вот кнопочку, и там у меня была классная подборка с корейской и другой азиатской продукцией. Кстати говоря, все товары можно оплатить долями. Но это на случай, если тебе прям очень сильно надо, а бюджет сам понимаете. Раз уж мы заговорили о золотом яблоке, то у меня для вас есть особый промокод. Он называется Лиса, и дает 10% практически на все товары. Правда, есть небольшие исключения, но я думаю, что в приложении вы сами их увидите. Приступаем к макияжу. Забудьте все, что вы до этого где-то видели, и чему вас обучали блогеры, потому что зачастую они вообще не проверяют информацию, и для них все азиатские типы макияжа, ну, буквально одинаковые. А это не так. Сейчас я вам все объясню и покажу. А еще у меня такая твердая уверенность в своих словах, потому что, а, я изучила тему вдоль и поперек, б, я была в корейском салоне красоты, мне буквально делали корейский макияж в корейском салоне, где обслуживаются айдолы. Видео есть на моем канале. В, у меня огромная насмотренность в сфере азиатских макияжей. Три позиции, на самом деле, наверное, их больше. Я формально разделю лицо на два участка. С этой стороны у нас будет китайский макияж, с этой стороны у нас будет корейский макияж. Этап первый. База. В Китае все еще, как и в Корее, очень актуально выбельные лица. Они даже в некоторых случаях делают специальные инъекции. В Китае вот этот вот хайповый нынешний макияж, его прикол в том, что он очень мачи-мачи. То есть, он прям в какой-то степени, даже не то чтобы с перебором, но там прям все по-крупному. Если мы делаем тон кожи светлее, то это должно быть наверняка понятно, что, да, у нее кожа сильно светлее. Поэтому я специально заказала с Алика вот такую вот китайскую аутентичную штуку, которая у них является офигенным хитом. Прикол этой штуки еще в том, что также можно ей отбеливать лицо, например, руки, и реально разница будет колоссальная. Со стороны же корейского макияжа очень-очень важный факт полностью стирать поры с лица. Лицо должно быть идеальным, потому что впоследствии мы будем наносить тон с элементом блеска в плане влажного сияния кожи. Поэтому здесь все должно быть просто выровнено. В Корее продается огромное количество бьюти-штук, которые являются затиркой для пор. Но принципиальная разница между нашими европейскими затирками для пор, например, вот этот бенефит, очень хайповая штука, в том, что, например, тот же самый бенефит, он создает эффект матовой кожи, то есть после вот этой вот стирки. А здесь, я думаю, даже сразу по текстуре вы понимаете, что вы получите не только затертые поры, но и эффект вот этого вот влажного сияющего лица, к которому в Корее очень-очень хорошо относятся. Я очень надеюсь, что вы видите разницу кожи моего лица на камере, потому что в зеркало все-таки я ее вижу. Это второй тон. Те, кто когда-либо был в Корее, наверняка обратили внимание, что, как правило, у них в продаже есть только продукты двух оттенков. 21-й, типа самый светлый, но немножко в розовинку, и 23-й, это тоже самый светлый, но немножко в желтый подтон. И один из них, это вот такой вот кушон от Nature Republic, светло-бежевый. И я буду наносить его на китайскую сторону моего лица, звучит отвратительно, потому что это буквально самый светлый кушон из тех, что у меня когда-либо был, при этом он не дает влажного эффекта, то есть он достаточно матовый. С правой стороны я буду использовать вот такой вот кушон. Бренд называется Espear. Это очень популярный бренд в Корее. Ты заходишь в любой магазин, везде будет именно Espear. Вообще в разделе, знаете, самых классных новинок, в самом видном месте. Этот кушон, несмотря на то, что является тоже очень светлым, как видите, он дает менее плотное покрытие. Здесь он более глосси, а здесь он более матовый и более белый. То есть здесь эффект фарфоровости, а здесь же эффект натуральности. Этап 3. Брови. Казалось бы, с бровями в корейском и в китайском макияже все очень просто, но есть нюансы. В одном из своих видео я уже говорила то, что обязательно нужно макияж адаптировать под свое лицо. И, естественно, некоторые черты, которые присущи, например, азиатам, мы не можем перенести на наше европейское лицо. Не потому, что мы не можем это нарисовать, мы можем, оно просто будет смотреться иначе. Поэтому очень важно всегда адаптировать. Зачастую, что мы с вами имеем? Прямые корейские брови. Я думаю, все знают, что брови в Корее, они рисуются люто прямо, и чем прямее, тем лучше. Плюс у них точка начала нигде у нас принята вот здесь, а примерно начинается прямо вот от внешнего, от внутреннего, простите, уголка глаза, чтобы создать эффект такой мелоты. Тяжело будет повторить то, что у нас как бы изначально по-другому и растет, и по-другому выглядит, и просто, ну, как правило, не всем лицам и дел. Как это можно все, скажем так, заместить и адаптировать? Изменить форму расположения угла брови. Во-первых, подрисовываем себе снизу небольшое количество вот этих вот бровинок, чтобы вот этот вот угол, который практически у всех есть, у кого-то он ниже, у кого-то он выше, как можно более сгладить и сделать его вертикальным. Бровь все равно идет наверх. Что можно сделать? Можно линию вот этого подъема брови сместить к началу вашего глаза, ну, то есть, примерно сюда. И за счет того, что мы вот здесь вот их немножко подрисуем и дальше спустим вниз, у нас получится эффект милой брови, но при этом мы ее не утяжеляем. Теперь, чтобы бровь не казалась такой темной, вот эту вот линию подъема я замазываю, ну, или карандашом, или консилером, в зависимости от того, что у вас есть. Мы обычно замазываем так, как я только что показала. А если замазывать вот так вот, то и по направлению волосков получается менее палевно и выглядит вообще круто. У меня действительно бровь выпрямляется. Ну, и теперь можно немножечко, совсем чуть-чуть их подзачесать, но не вверх, а по направлению вниз. Что ж, перейдем к китайской стороне вопроса. Как раз возьму вот это вот средство для бровей. Как видите, у корейской брови начало здесь. У китайской брови начало там же, где и у нашей. Они тоже достаточно прямые, но их брови длиннее, и они имеют уголок. И стрелочка, и кончик брови уходят вниз. Я думаю, что разница достаточно очевидна. Этап 4. Агиасаль. Это вот эта вот ямочка, которую подчеркивают для того, чтобы глаза казались еще больше, еще милее и более baby face. Принципиальное отличие корейского от китайского в том, что в Китае это подчеркивают достаточно явно. Прямо так, чтобы было заметно. Кстати, возможно, самые внимательные обратили внимание, то, что этот макияж не иронично очень похож на макияж. Но раньше так, короче, анимешники красились, когда делали косплей. Назарея, в принципе, косплей как течение культуры. В китайской стране мы используем специальную подводку. У них есть, кстати, даже специальная серия вот таких вот подводок. Я использую подводку для бровей. У них же вот таких вот подводок целая куча специально для того, чтобы рисовать вот этот вот Агиасаль. И смотрите, что я делаю. Я начинаю прорисовывать всю зону моего нижнего века прямо по контуру ресничному краю. Далее для китайского макияжа я беру матовый белый карандаш и прорисовываю мешочек. Чтобы сделать Агиасаль еще более большим, еще более объемным, нужно добавить самые светлые тени или корректор светлый под линию вот этой полоски. Чтобы нарисовать корейский Агиасаль, мы берем с вами кремовые румяна или кремовые тени персика бежевого оттенка, несмотря на то, что макияж у нас будет розовый. Наносим на все нижнее веко. Кейпопер так делают. Особенно Твайс. Пока что выглядит болезненно, ничего страшного. Берем хайлайтер. Он должен быть вот такого вот оттенка. Шампанское, розовое, золото из этой категории с розовым подтоном. И наносим этот хайлайтер на все нижнее веко. Вот так вот приподнимаю его. Берем контуринг или лучше взять какие-то очень светло-коричневые, нюдовые тени и убираем самый светлый оттенок. И скошенную кисть. Обратите внимание, я делаю это скошенной вот такой вот обычной кистью. Очень важно, чтобы вот эта вот штука, она реально выглядела беспалевно, так как будто у вас просто всегда глаза чуть-чуть улыбаются. Если вы хотите знать точку моего отсчета, это буквально линия моего зрачка. Теперь, чтобы все это сравнять и совместить в одну единую сплошную красивую кучу, я использую, как в предыдущем случае, или консилер, или какие-то светлые тени. Все вот эту вот розовинку, которую мы наносили, притаптывающими движениями перекрываю. Несмотря на то, что мы вроде как формально сначала что-то нарисовали, потом перекрыли, остается вот этот вот эффект, знаете, такого подкожного, блин, румянца, который где-то там глубоко есть, а значит он есть. Но при этом это так нативно выглядит, что вообще ничего не понятно. Ничего не понятно, но очень интересно. По-моему, разница просто абсолютно колоссальная. И теперь, чтобы зафиналить Агью Саль, я беру вот такую вот штучку. Сейчас это очень популярно в Корее, буквально в каждом магазине косметики, вообще в каждом, даже в тех брендах, которые у нас представлены, продаются такие штукенции. И такой штукенции еще раз дополнительно наношу глиттеры под мои резницы. Этот продукт, кстати, я купила в Золотом Яблоке. Этап 5. Макияж на веке. Обратите внимание на мою палетку. Смотрите сюда. Это на самом деле просто гениально. Полностью палетка, состоящая из глиттеров. Купила я ее, естественно, в Корее. А обратите внимание на разные глиттеры. Видите, они совершенно разного, ну, пореза, посыпа, помола, как это правильно называется. Это создано не просто так. Для того, чтобы получить корейские эффекты, не перегрузить себя глиттерами, нужно использовать многослойность. Сначала глиттеры самую мелкую помола. Беру вот эти вот розовые. И наношу строго до середины глаза. Дальше все. Дальше нельзя. Дальше бан. Нанесла. Остановилась. Подождала. Я беру следующие глиттеры, которые будут покрупнее. Так, подождите, где у нас покрупнее? Вот эти. Вторым слоем ровно, точно так же, прям сверху. И в самом конце я использую самые большие глиттеры. Вот такие вот. Еще раз третьим слоем. Тоже пальцем. Вот так. И вот он, тот самый эффект корейских глиттеров, который вы все время видите в любых социальных сетях. Именно вот так вот это все и наносится в каноне. Со вспышкой выглядит потрясающе. Для китайской стороны я буду использовать вот такой вот оттенок в качестве базы. И наношу его на все мое верхнее веко. Оттягиваю наверх. И дублирую их на внешнем уголке глаза. Чтобы совместить тушевку и вот эту вот зону, как видите, у нас получается высветление идет примерно до середины глаза. Я также продлеваю вот сюда вот все те же самые цвета, которые наносила наверху. Поглубляю рисунок тени примерно до центра века. А теперь самая принципиальная, отличительная часть. То, чего вообще нет в корейском макияже. Это высветление вот этой вот всей зоны. Такой, знаете, аналог каткриз. Можно делать это консилером, можно делать каким-то белыми тенями. Я, наверное, возьму консилер, ну просто чтобы разница была более наглядная. Делаю каткриз прям по аналогу того, что делается у нас до центра века. Должно получиться что-то вроде этого. Итап 6. Стрелки. Здесь есть два стула. Можно нарисовать стрелку такого же цвета, как внизу. Можно нарисовать полноценную черную. Но я думаю, что я нарисую просто темно-коричневый. Чуть потемнее, чем снизу, потому что как-то черный не очень хочется добавлять. Что делаем с китайской стрелкой? У них есть прям целая технология, как это все рисуется. Она не подходит людям к глубоко посаженным глазам. Это в том числе я такой человек. Но тем не менее, я постараюсь вам показать адаптированную версию. Что мы делаем? Находим точку разреза глаза. В моем случае это здесь. И от этой точки рисуем вот такую штучку. Ну и теперь, соответственно, эту штучку совмещаем с веком. Ну и, соответственно, теперь попробуем за тем, чтобы это добро закрасить. В китайском макияже принципиальная очередная разница от корейского в том, что он не стремится быть повседневным. Он не стремится быть натуральным. То есть, это такой макияж, который направлен на вау-эффект. Вау, у тебя огромные глаза, да? Как ты это нарисовала? Вау, у тебя огромные ресницы. Вау, а ты их тоже нарисовала? В этом его основное отличие от корейского, который даже если мы говорим про кей-поп макияж, он достаточно нейтральный. С таким макияжем можно не иронично спокойно по улице гулять. Форма нарисована. Сейчас буду рисовать нижние ресницы. Я буду рисовать нижние ресницы тем же самым маркером для бровей. И смотрите, здесь есть некоторые нюансы. Видите, что я сейчас делаю? Я очень надеюсь, что да. Я нарисовала как будто бы не одну ресницу, а две и совместила их здесь, чтобы это выглядело, насколько это возможно сказать, естественно. Рисую ресничку раз и вот сюда вот к ней рисую вторую. Из-за того, что я убрала вас от света, свет падает сверху, поэтому картинка выглядит не супер, но извините. И таким образом я рисую столько ресничек, сколько хочу. Здесь нет какой-то особенной последовательности. Этот макияж похож на такую милую версию типичного альт-макияжа из любой соцсети. Когда мы с вами доходим до середины, если мы продолжаем рисовать ресницы, центральная ресничка должна смотреть ровно по направлению вниз. Извините за ракурс, выглядит ужасно страшно, но что поделать? А остальные, которые идут уже от нее, они должны быть направлены туда. То есть, если до этого вырисовали вот так, теперь так. Чип того. Любые золотистые шиммерные тени или хайлайтеры наношу, видите, вот в момент, когда у нас переходят из белого в персиковый. Только четко прям вот сюда вот. Получается сразу такой красивый эффект. Теперь, я думаю, вы все видели вот эту технику, когда у них нарисована вот здесь вот какая-то глиттерная штука, история. Все делаем. Вот она. Рисуем, начиная от внутреннего галка глаза к внешнему. Здесь главное нарисовать достаточно ровную полоску. Ее не будет видно, чем бы вы не пользовались. Вот какое средство вы бы не взяли, ее не будет видно. В чем секрет, почему у них видно? Сейчас объясню. Прикол вот этой всей блестючей истории в том, что мы наносим буквально прям белые точки. Желательно делать это белой подводкой тоненькой. И за счет того, что эти белые точки появляются, свет преломляется и кажется, как будто бы оно блестит. Я думаю, чем это заменить, придумала заменить консилером. И вот такие вот точечки осторожненькие я рисую. Прям по всей линии этой штуки. Белой подводкой или чем угодно белым это видно гораздо лучше. Но главное нарисовать вот эту вот линию, которая потом идет по всем этим глиттерам. Это могло бы быть миллион раз лучше, но надеюсь, что вы хотя бы поняли, что нужно сделать и в чем прикол вот этой штуки. В чем прикол корейских ресниц? Возможно, те, кто видел мое видео, где я была в корейском салоне красоты, обратили внимание, как мне там собственные ресницы выкладывали. Кто нет, обязательно гляньте. В чем прикол? Сначала обязательно используется кервер. Его поджигают зажигалкой. Да, это так. Посмотрите видос, вы увидите, как это делают. Поджигают зажигалкой и зажимают. Я не нашла свой кервер. Я из-за того, что у меня сейчас вечные съемки, просто куда-то его делаю. Я не могу его найти. Это ужас. Но так как у меня сами по себе ресницы очень длинные и очень подкрученные, я просто воспользуюсь тушью. Какой прикол с тушью? Во-первых, обратите внимание, как правило, в Корее используют вот такую вот тоненькую щеточку. Они в своих макияжах не стремятся к тому, чтобы делать себе какие-то огромные ресницы. У них они более милые. Из последних трендов, что еще делают? Берут пинцет, его прокрашиваем тоже тушью. Захватываем тушь. И теперь верхние ресницы формируем пинцетной тушью. Вот так вот. Зажимаем и ставим ее на то место, на которое хотим ставить. Получаются миленькие реснички. Тут фишка именно в том, чтобы прокрашивать периодически зобинцет, пока он подсыхает. Чтобы можно было формировать вот это вот все добро. Вот такие милые реснички должны получиться. С нижними все очень просто. Их просто достаточно совсем немножко, прям капельку-капельку прокрасить. Кстати, смешной фан-фэкт. Моя подружка Кенха, я думаю, многие из вас смотрят ее канал, она кореянка, говорит на русском языке. Я подарила ей мою тушь. Она эту тушь открыла достаточно недавно. Попробовала ее и стала записывать мне кучу сообщений, что это чуть ли не лучшая тушь, которую она в своей жизни пробовала. Прикол в том, что в Корее тушь, она действительно по-другому работает, нежели чем наша вообще. То есть у нас тушь это, как правило, миллион тысяч в одном. Это тебе и подчеркивание ресницы, и удлинение, и объем, что там еще оно обычно дает. Короче, просто все дает, я не знаю, разве что оно еще не играет музыку какую-то. Там, в принципе, тушь не сделана для того, чтобы обеспечить человеку миллион к одному. Собственно, здесь мы сделали эти милые реснички. Теперь маленькую стрелочку рисуем. Рисовать я тоже буду ее коричневой подводкой. В принципе, здесь ничего нового. Просто обводим линию глаза и чуть-чуть вводим стрелочку. Прямо самую малость. Обратите внимание, что для корейского макияжа очень важно, чтобы стрелка была не длиннее, чем бровь. То есть, если бровь мы делаем совсем короткую, например, вот такие брови тоже было бы нормально сделать. В плане потому, что допустим, просто у меня форма изначально, что вообще другая, это нереально сделать нормально. То тогда я должна была сделать мою стрелку меньше. Потому что у них вот есть прям чуть ли не золотое правило, что брови всегда длиннее ресниц стрелок. Приступаем к китайскому. Здесь все интереснее. Тут, так как у нас уже с вами нарисованы ресницы, есть два ствола. Первое, купить нижние накладные ресницы. Второе, прокрасить только внутренние реснички. Сначала я использую базу, чтобы они были прям лютые. Сверху обязательно использовать накладные ресницы. Здесь у меня два типа ресниц. Вот это типичные корейские ресницы. Это буквально их упаковка. Вот так вот выглядят в среднем практически все корейские ресницы. Потому что они вот эти вот лучики, которые кладутся на свои для создания повседневного эффекта. Это китайские ресницы. У них одинаковый принцип, что тут лучики, что здесь. Только вот этот больше анимешный манго ресницы, они так и называются, манго лэшес. И, соответственно, их ты уже наклеиваешь совершенно по-другому. Поставили реснички. Высыхаем и класс. Кстати, в Корее есть микротренд. Вот такой вот. Нарисовать розинку под глазом. Ведь не нарисуем, почему бы и нет. Этап 8. Линзы. Следующий этап, конечно же, линзы. И в линзах тоже есть принципиальное отличие. Значит, смотрите сюда. Есть два линзовых стула. Линзы, которые выглядят более-менее естественно. Видите, у них тоже подчеркнутая радужка. Это сейчас один из самых-самых популярных брендов в Корее. Прям вообще все люто по ним сейчас сходят с ума. Есть второй стул. Более китайская версия линз. Как видите, здесь прям очень яркая радужка. Прям мега яркая. И вот это то, что объединяет все эти доуин макияжи. В Корее в основном вот так вот не носят, потому что это создает очень кукольный эффект. Выглядит не супер естественно. А теперь сравниваем на глазах. Конечно, на этом даже этапе глаза просто очень разные. Здесь реально супер нарисованный, огроменный глаз. А здесь просто красивый, маленький. Ну, не маленький, ладно. Нифига, он не маленький, даже огромный. Но аккуратный такой, я бы сказала, глаз. Спустя миллион попыток надеть линзы. Во! Сразу глаз видите? Чисто как из тиктока. Корейская линза. Не сказала бы, что есть какая-то огромная разница на моих светлых глазах. Это действительно заметно. Но я надеюсь, что вы увидите. Нет? Нет, 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 нет. Она завалилась. Этап 9. Румяна. Есть у нас яблочки щек. Те самые. Вот только сюда. Вот только вот так вот по кругу. Вот только вот с такой вот зоной улыбки. Да, вот именно вот так. Наносятся. Румяна. Все. Они не идут вот сюда. Сейчас так уже не актуально. Они чисто находятся ровно здесь. Со стороны же доуин макияжа берутся более коричневатые румяна. Как видите, если вам отсюда заметно, у меня румяна, совмещенные с хайлайтером. Нет, это не бронзер. Это такой план румяна. И наносятся они уже по более привычной на моем канале схемой. Вот так вот. Начиная примерно со скулы верхней. То есть вот эта вот зона прорабатывается и оттушевывается к виску, уходит наверх. Здесь главная задача совместить макияж так, чтобы глаза перетекали в скулу. Также очень часто я видела то, что берут вот этот же самый румянец и добавляют его прям под складку. Тонкой-тонкой линией это дает дополнительный объем. Выглядит в целом очень мило, почему бы не добавить. Также румяными обрабатывается внутренняя галочка губ и сюда же хайлайтер. Что касается носа, то в китайском макияже зона хайлайтера обрабатывается так, чтобы его хорошенько было видно. То есть хайлайтер на носу никого не удивляет. В корейском будет все сильно иначе, но я надеюсь, что вы сможете увидеть разницу. Кстати, в китайском макияже хайлайтера используется очень активно, поэтому я добавляю хайлайтер примерно, ну, везде, например, добавлю сюда. Ну, просто вау. Этап 10 контуринг. Вот сейчас будет очень важная информация для контуринга, корейского контуринга носа. Чтобы глаза казались более милыми, берем контуринг и вот эту вот зону обрабатываем. Прямо вот, как я сейчас показываю. То есть от брови к носу. Прорисовали, и глаз как будто бы за счет того, что углубляется вот в этой вот зоне, кажется еще больше. Это очень интересно работает. Казалось бы, оно должно работать наоборот, но оно работает именно так, как оно выглядит. Светлые тени. И рисую прямую линию здесь. В принципе, это похоже на классический контуринг, с только лишь некоторыми фишками. Я беру тени и достаточно широкой кистью, смотрите, какая у меня широкая кисть, я рисую вот по этой зоне ребро вниз. Помните, раньше был такой метод, когда еще на заре контуринга кто застал, действительно контуринг рисовали вот так вот, вот так вот. Еще это потом стало называться борзды еноты или что-то в этом духе. А сейчас уже так контуринг мало кто делает. Но если мы хотим азиатский контуринг, то принцип сохраняется. Там нет задачи сузить нос, там задача другая, его сделать тоньше. Нет, шире, тоньше, 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 это уже. Короче, я забыла слова, у меня вообще конкретно что-то улетает в мозг. Вот здесь вот самое интересное, мы буквально съедаем половину носа, примерно на серединке спинки, затемняя ее. Это создано для того, чтобы нос казался действительно меньше, как кнопочка. Вот эта вот часть совмещается, а вот здесь вот обрабатывается в кружочек. В целом здесь уже более понятный контуринг, потому что так часто делали в ТикТоке, это в принципе часто в альт-макияже используется. Не пугайтесь, я сделала утрированно, чтобы вы видели схему. Сделать это более повседневно тоже абсолютно реально. Этап 11, губы. Все ровно точно такое же, что уже миллион раз было показано. Берем тон, немножечко тонируем губы, и на затонированные наносим в моем случае розовый тинт. Когда тинт подсыхает, наношу еще один тинт с влажным финишем, прям поверх вот этого вот всего, чтобы создать очень легкий градиент. За край губ можно выходить, а можно не выходить, но в целом я не видела, по крайней мере, в реальной жизни, чтобы они как-то активно выходили за край, да и у тех же айтлов этого особо нет. Это главное, чтобы была какая-то полублестящая текстура, потому что на что я обратила внимание? На то, что матовые, полностью матовые, там вообще техники не актуальны. Поэтому оставляем вот так. Что происходит с этой стороны? Берем опять-таки какой-то тинт, но уже в персиковых оттенках. Берем какой-то персиковый коричневый тинт, красим губы, выходим за край. Все точно так же растушевывается пальцем, но в данном случае с выходом за крылья губ. Губы при этом должны быть достаточно узкими, то есть ни в коем случае не надо делать себе огромную, там, не знаю, улыбку Джокера, когда вот это добро все начинает подсыхать. Берем любую кисть, берем достаточно темные, коричневые или красные, или какого-то такого оттенка тени и нарисуем себе вот такую вот линию, которая идет по направлению вверх. Этими же ценями можно заполнить центральный контур, нарисовав вот такую вот полосочку. Итоговый результат. Что ж, надеюсь, теперь вы больше понимаете, в чем отличие макияжа Доу Ин от корейского кей-поп макияжа, и теперь вы будете знать. Собственно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ах да, у меня еще кей-поп шоу по TNT Music, смотрите, это не реклама, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok